Сегодня, как уже утром мы на расширенном аппаратном совещании говорили, у нас такое настроение в администрации уже практически праздничное. Мы выходим на финишную прямую и готовимся к пятнице, к первому декабря, праздновать юбилей Кенигсевского района и Кенигсевскому району 90 лет. Я напомню, в далеком 1927 году, именно 1 декабря, был образован Кенигсевский район. И, конечно, юбилей это, наверное, хороший повод, не так часто мы отмечаем такие даты, это хороший повод, наверное, вспомнить свою историю, поговорить и проанализировать, как мы живем сегодняшним настоящим днем, какие у нас есть достижения, какие у нас еще есть прорехи или недостатки для того, чтобы лучше и качественно жить на этой территории. Ну и, конечно, безусловно, в такие юбилейные даты хочется немного посмотреть вперед, немного помечтать, как наш район будет развиваться, жить в будущем. Для этого есть абсолютно хорошее и фундаментальное основание, думая о том, что район, безусловно, будет в дальнейшем очень сильно развиваться и изменяться в лучшую сторону. Для этого есть все факты, о которых мы немножко позже, наверное, поговорим. Сейчас я все-таки хотел бы вспомнить не 90-летнюю историю нашей земли, потому что это образование Кенгисевского района 90 лет, но все-таки празднуя такую дату, юбилей на 90 лет, хочется заглянуть немножко глубже в те века, когда на этой территории образовался Ям, была крепость Ям, потом Ямбург, Ям входил в Новгородскую Петину. Мы недаром находимся в Годзейском Союзе, здесь шла бурная торговля. И что хочется сказать, что, как и сейчас, на территории Кенгисевского района проживает более 40 национальностей. То есть в те далекие времена, помимо местного населения, в воде и жоры, здесь проживало очень много финнов, эстонцев, немцев. И в те времена мы обращаемся к истории, к историческим справкам и видим, что эта территория была очень насыщена аграрной деятельностью. Здесь было очень много сельхозпредприятий того времени, так назовем. Он очень сильно хорошо развивался сельское хозяйство, был крепким сельско-аграрный сектор на территории Яма, Ямбурга, потом уже Кенгисепа. Естественно, занимал лидирующие позиции. И Ямбургский уезд, который находился в составе Санкт-Петербургской губернии, он был образован в 1802 году, а уже, как мы все прекрасно знаем и помним, с 1922 года Ямбург стал Кенгисепом и вошел в состав уже Ленинградской области, будущей Ленинградской области. В 1927 году это состоялось, и вот 90 лет пролетело. И если возвращаться к тому, как были устроены административные границы, это очень интересные факты. Я сегодня не веду врок истории, но не могу об этом не сказать. Я хотел бы даже, у меня есть такая справочка интересная, я хотел бы и несколько, вот каким образом строилась административная единица Кенгисепского района. Здесь очень интересные есть факты, которые я просто вот зачитаю. Кенгисепский район в составе Ленинградского округа, Ленинградской области, был образован в 1927 году и стал одним из четырех районов Кенгисепского уезда. Его административные границы неоднократно изменялись. И вот таким образом в 1930 году в связи с упразднением Ленинградского округа район напрямую вошел в состав Ленинградской области. В январе 1931 года в состав Кенгисепского района была включена территория упраздненного Котельского района. Надо же подумать даже, что был Котельский район, который сегодня находится уже как сельское поселение в составе Кенгисепского района. А вот такой факт с 1935 по 1940 год Кенгисепский район входил в состав Кенгисепского округа, который также в себя включал Волосовский и Осминский район. То есть сегодня даже представить как бы немножко тяжеловато. В 1945 году, но это уже после завершения Великой Отечественной войны, в состав района была включена часть территории Эстонской СССР, восток от Легинаровой. И включая, подчеркиваю, поселок Ивангород. То есть Ивангород когда-то естественно был поселком и с 1954 года Ивангород из поселка уже превратился в город. Также вот интересный факт, в 1963 году был образован Кенгисепский сельский район, включавший в себя территорию бывших Кенгисепского, Волосовского и теперь уже Сланцевского района. Это в то время, в 1963 году находилось 44 сельских совета на территории Кенгисепского сельского района. Дальше тоже интересный факт, в 1965 году Кенгисепский сельский район был преобразован в район с единым для города и района горсоветом. Из состава района был введен Волосовский район, а в ноябре выведен Сланцевский район. То есть постоянно были такие реформы, которые в итоге, в 1996 году Кенгисепский район получил статус муниципального образования. Ну и наверное стоит сказать, что с 2006 года после реформы местного самоуправления мы живем теперь так, как мы живем. На территории Кенгисепского района проживает почти что 80 тысяч населения. У нас 11 муниципальных образований, из них 2 городских, это город Кенгисепск муниципальное образование, город Ивангород и 9 сельских поселений, которые входят в состав Кенгисепского муниципального района. В таком составе мы живем и намерены дальше, вот в таком составе, наверное, и дальше развиваться, если строить планы на будущее. Поэтому, возвращаясь к тому, что я говорил о том, что наша территория, нашими предками развивалась как именно аграрная территория. И это развитие, конечно, было бурным, активным до гражданской войны. Гражданскому войну, конечно, очень сильно пострадало сельское хозяйство, территория района. А в Великой Отечественной войне и подавно, и просто сельское хозяйство было положено на лопатки и полностью уничтожено. Старожил, вспоминая, как самбаров, гостями выгребали зерно, чтобы набрать и посеять в поле, чтобы был какой-то новый урожай. Полностью был истреплен скот, о лошадях уже говорить нечего, после войны пахали на коровах. Но, тем не менее, сельское хозяйство возрождалось. И, опять же, был четкий исторический факт, что Кингисепский район в годы восстановления, после разрухи, после войны, стал крепким сельскохозяйственным районом. Поэтому, вспоминая сегодня, вот эту юбилейную дату, вспоминая именно аграрный сектор, хочется, наверное, вспомнить и отдать дань людям, которые не жалели себя, трудились, восстанавливали сельское хозяйство. Это и дети, которые после войны, также вместе с взрослыми работали в полях, пасли скот, развивали сельское хозяйство. Затем уже в 70-е, 80-е годы, конечно, сельское хозяйство Кингисепского района было передовым флагманом в Ленинградской области. Здесь всегда были рекордные урожаи зерновых, картофеля, надои на фуражную корову. В общем, по сельскому хозяйству было много интересных экспериментов, в том числе на территории района всегда были какие-то лидерские позиции в Ленинградской области, в этой части. Но, наверное, говоря о сельском хозяйстве, я забегу немножко еще вперед, конечно, очень тяжело, очень серьезно сельское хозяйство наше пострадало в годы застоя, в лихие 90-е, как мы называем. Конечно, сельское хозяйство не смогло перестроиться в ту, так назовем в кавычках, рыночную экономику, и наши очень крепкие хозяйства, которые работали в советское время, очень многие, к сожалению, были обанкрочены и развалились. Здесь осталось два крепких сельскохозяйственных предприятия, это Аполия и Агробалт, которые на территории района работают и сегодня. И мы благодарны всем труженикам села, кто раньше трудился, кто сегодня трудится, кто сохраняет и приумножает сельское хозяйство на территории Кингисепского района. А вот в части помечтать, конечно, мы понимаем тот курс, который мы сейчас держим, то развитие сельского хозяйства, которое в данный момент происходит и будет происходить в будущем. Это развитие фермерских хозяйств, это малые крестьянские формы хозяйства, это семейные подворья. Скоро мы будем открывать одно уникальное, новое предприятие на территории Кингисепского района по сельскому хозяйству. Я об этом уже, наверное, на отдельной пресс-конференции расскажу, потому что на следующей неделе поеду посещать строительство этого объекта и более подробно вам расскажу, что это будет. Так вот, возвращаясь, наверное, к вехам истории этих 90 лет, помимо сельского хозяйства, конечно, Кингисепскому району посчастливилось, что в далекие 50-е годы в Советском Союзе было принято решение о развитии химической промышленности в целом в стране, в Советском Союзе, и на территории Кингисепского района уже в начале 50-х годов был отведен земельный участок площадью 491 гектар под строительство будущего химического завода фосфорита. Шло проектирование, шла подготовка территории, и уже в 1963-м году, в 1964-м году начало работать заводов фосфорит, и многих предприятий, которые также параллельно развивались и строились в промышленной зоне. Именно, наверное, вот эта веха, о ней, может быть, стоит поговорить чуть больше, промышленного развития нашей территории, именно промышленной зоны фосфорит, и дал толчок развитию всего района. В частности, конечно, больше всего это города Кингисеппо. Если вспомнить историю, в городе Кингисеппе в то время, в 50-е, начало 60-х годов проживало всего лишь 8,5 тысяч населения. Это был маленький-маленький городишко с деревянными домиками. Многие, кто старожилы и очевидцы, помнят, как выглядел тогда Кингисепп. И вот бурное развитие экономики, бурное развитие строительства самого прироста населения. Население увеличилось в разы каждое десятилетие, и к 1980 году население Кингисеппо достигло уже почти 50 тысяч человек. Эта численность по сей день сохраняется, но мы сейчас видим тенденцию за счет строительства нового жилья, за счет развития промышленности, что город будет расти. Очевидно, что Кингисеппо будет расти, и ближайшие десятилетия, это как раз то десятилетие, если, опять же, ну, как я говорил, немножко помечтать, как раз вот это десятилетие, начиная с 2018 года по 2025-2028 год, население Кингисеппо должно увеличиться за эти 10 лет, ориентировочно на 8-10 тысяч населения. Для этого есть все основания. И, конечно, теперь возвращаясь дальше, за той вехой развития промышленности, которая подтолкнула рост численности и города Кингисеппо, и Кингисеппского района в целом, соответственно, следующая такая крупная веха, это начало 90-х годов, было принято решение о возможности строительства нового порта в Лужской губе на территории Кингисеппо района. Об этом много говорили. Я даже сам уже помню, с 1990 года уже проживаю на территории Кингисеппо района, и помню, как мы обсуждали возможность строительства порта. Я помню, что много кто был против того, чтобы порт строился на территории Кингисеппо района. Ходили разные слухи, но, тем не менее, шли проектные работы, и уже первый терминал, который был построен, это угольный терминал, и затем уже было эту историю не остановить. Пошло развитие инфраструктуры для порта, государство начало строить подходной канал в порту услуга, железную дорогу, энергетику, автомобильные дороги стали проектироваться. Сегодня мы это все видим уже, сегодня это все построено, сегодня работает 12 терминалов. Я очень подробно на этом сейчас не буду останавливаться, я просто как веху, которая дала толчок развитию экономики Кингисеппо района, дала большой вклад в экономику Ленинградской области, и, конечно, за всем за этим стояли люди, которые это все организовывали. Здесь невозможно не вспомнить тогдашим губернатором Густаво, главу администрации Дрозденко Александра Юрьевича, именно в те годы и была положена идея строительства этого порта, и потом дальше мы уже подхватили и развивали эту историю. Порт услуга дал возможность открытия 6 тысяч новых рабочих мест, хочу подчеркнуть, высоко оплачиваемых рабочих мест. И сегодня теперь, забегая вперед, может быть, мечтая о будущем, мы видим, что именно порт даст возможности развития промышленного кластера на территории Кингисеппо района. Это новое развитие, это новые возможности в экономике, в доходах нашего населения, в первую очередь, в доходах бюджета Кингисеппо района и Ленинградской области. Это будет очень динамичное, очень интересное следующее этап развития, вот эта следующая десятилетка. Вот я думаю, что опять забегая вперед и немножко мечтая, наверное, будет интересно услышать, когда будут подводиться итоги столетия со дня образования Кингисеппо района. Я думаю, что будущим руководителям этого района будет что вспомнить, и эти 10 лет, естественно, они дадут хороший толчок и в части прироста населения, увеличения доходов, то, что я уже говорил. Поэтому будем надеяться, что ближайшее развитие Кингисеппо района будет также динамично в синергии с развитием социальной сферы, о которой тоже стоит сказать, потому что социальная сфера сегодня у нас находится на очень высоком уровне по сравнению с другими районами Ленинградской области, в том числе. Я напомню, что у нас самая высокая оценка идет по образованию, по дошкольному, по среднему образованию, по дополнительному образованию. У нас очень хорошие результаты. Мы за эти годы очень хорошо подтянули материальную базу наших учебных заведений. Да что тут говорить, просто если только крупные объекты назвать, которые мы отремонтировали, которые построили, это, конечно, и Дом культуры отремонтировали, который мы мечтали несколько десятилетий, чтобы это сделать. Это та же ледовая арена, которую мы построили, новые детские сады в Котельском и в городе Генесепи, отремонтированные школы, отремонтированные новые детские сады и много-многое другое. И именно спортивной инфраструктурой мы очень большое внимание уделяем. Спортивной инфраструктуре и тому свидетельство отремонтированы. Манеж, детско-юношеская спортивная школа «Юность», шахматная школа, новая библиотека и много-многое другое. То есть мы, администрация, стараемся, видя, как развивается экономика, стараемся и обращаем внимание правительства Ленинградской области на то, чтобы мы в своем социальном развитии, социальной инфраструктурой не отставали от развития промышленности. Это очень важно, потому что когда уйдет рост развития промышленности вперед, а социальная инфраструктура не будет готова, то у нас некому будет просто работать. Соответственно, надо строить жилье, надо строить новые социальные объекты, новые школы. И тому пример мы начинаем, наверное, уже с 2018-2019 года. Пойдет активное освоение седьмого микрорайона. Сейчас он только у нас в рисунках, уже где планы, проекты планировки, они присутствуют в этом кабинете, вот на стенде они есть. Мы уже крутим, вертим, смотрим, как же строить новый микрорайон с учетом всех требований, которые нужны нашему населению, чтобы там достаточно было всех объектов социальных, школы, детские сады, поликлиника, спортивные объекты. Ну, со спортом все в порядке. Напомню, мы строим также плавательный бассейн 50-метровый в городе Кингисеппи, 25-метровый в Иван-городе. И, конечно, без помощи правительства Ленинградской области, без поддержки лично губернатора Ленинградской области, конечно, такие проекты району одному поднять было бы очень сложно и очень тяжело. Но, тем не менее, мы в консолидации с правительством Ленинградской области, с нашими меценатами, которые помогают развиваться Кингисеппискому району, и здесь тоже отдельно хочу сказать спасибо вот в эту юбилейную дату всем предприятиям, всем руководителям предприятия, которые работают на территории Кингисеппиского района и которые помогают, вкладывают дополнительные еще денежные средства для того, чтобы мы могли вовремя развивать те направления, в которые требуется сегодня больше вливания средств. Конечно, говоря об этих успехах, говоря о таких вехах, больших, которые были на протяжении 90 лет, можно говорить часами, и этого времени все равно не хватит, потому что очень большая история, очень глубокая история на территории Кингисеппиского района, не только как района, но и каждого поселения. Если брать в отдельности каждое поселение, город Кингисепп, Ивангород, все сельские поселения, у каждого есть своя очень большая история. История, уходящая в глубину веков, история современная, история, которая позволяет развиваться территории, делать выводы какие-то. Поэтому мы на этом сегодня очень долго останавливаться не будем, но не было бы этой истории никогда никакой, если бы здесь не жили те люди, которых уже нету, которые сейчас живут, которые потом, в будущем будут жить, которые созидают и творят на этой территории, развивают ее, прославляют эту территорию. И юбилейная дата, наверное, уважаемые кингисеппцы, это, наверное, как день рождения человека, но тем не менее, юбилейную дату, когда она касается нас, кингисеппцев, всех кингисеппцев, всей территории, всех поселений, всех 80 тысяч населения, наверное, это повод для нашего духовного объединения, для того, чтобы мы, может быть, сверили карты, для того, чтобы, может быть, мы остановились и проанализировали, а что же нам делать дальше, а как же нам жить, и, наверное, для того, чтобы мы все-таки берегли то достигнутое, что сделано на этой территории, что сделали наши предки, что удалось сделать нам, что мы заложим для будущего развития этой территории. Вот это все нужно беречь. Беречь, приумножать, это все обсуждать, тогда мы будем крепки, сильны, дружны и ответственны друг перед другом за взятые обязательства, за то, чтобы на территории района все-таки с каждым годом жилось комфортнее, удобнее, и тому свидетельство те дела, которые делаются. Не будем забегать уж совсем далеко, там, 15, 20, 30 лет отматывать пленку. Хотя бы возьмем последние пять лет, то, что я уже перечислил, и то, что сделано на территории кингисеппского района. Это надо все видеть, оценивать, беречь. Порой как-то бывает, конечно, немножко обидно, что кингисеппе не замечают, что все хорошее, что сделано. Мы, конечно, больше стараемся говорить о том, на что стоит еще обратить внимание, где у нас есть еще ситуации, где надо подтянуть. Конечно, мы понимаем все проблемы и с транспортным сообщением, и с системой ЖКХ. Это, наверное, такие две проблемы, которые абсолютно решаемые, но на это нужно время, и, как ни странно, тоже нужны деньги. Но, тем не менее, мы на месте не стоим, двигаемся. Мы знаем свои болевые точки, и, надеюсь, в ближайшие годы они будут максимально минимизированы и четко определены для того, чтобы в дальнейшем мы не допускали каких-то серьезных ошибок в своем развитии. Для этого мы, администрация кингисеппского района, в одиночку никаких решений никогда не принимала и не принимает. Мы всегда консолидировано и очень продуктивно работаем с депутатским корпусом кингисеппского района, города кингисеппа. У нас два депутатских корпуса. Безусловно, с лидерами общественного мнения, с советами ветеранов. Поэтому любые решения обсуждаются для того, чтобы они были приняты, и мы двигались в правильном направлении. Мы гордимся, что у нас большинство населения абсолютно четко разделяет те успехи и поддерживает администрацию в тех нерешенных еще вопросах, которые надо в будущем решать. Я крайне благодарен всем кингисеппцам за то, что мы так прожили эти годы, что сегодня, в 90-летие, в юбилейную дату, по крайней мере, нам не стыдно смотреть в глаза старшему поколению, своим родителям, дедушкам, бабушкам. Нам не стыдно смотреть друг другу в глаза, потому что мы честно работаем и вкладываем все, что можно для того, чтобы на этой территории стало комфортно проживать. А это самое главное. Поэтому у нас есть будущее, мы строим планы вперед, мы гордимся, что этот юбилей пришел, что он есть. Я думаю, что мы очень хорошо проведем этот день. Мы для населения кингисеппского района придумали праздничную программу. Она начнется в 7 часов. Это концертная программа. Будет уникальный, красочный праздничный салют. Такого салюта еще на территории кингисеппского района не было. Это все в благодарность кингисеппцам, в юбилейную дату, в благодарность, что мы трудимся вместе на этой благодатной земле. И, конечно, история должна сохраняться. И для того, чтобы мы помнили свою историю, для того, чтобы наши дети изучали эту историю, мы постарались обновить издание вместе с Вадимом Арестовым, издание о Ям-Ямбурге кингисеппе, странице истории. Это уникальное издание. Оно будет находиться во всех библиотеках, школах Кингисеппского района. Презентация данной книги, ее будет проводить сам автор, Вадим Арестов, 6 декабря в библиотеке. Пожелать каждой семье исполнения своих сокровенных личных желаний, добра, достатка, любви в каждой семье. И, конечно, всем нам мирного неба над головой. С праздником! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok